На телеканале Карибу итоги недели в студии для вас работает Анна Корнетова. Здравствуйте, в этом выпуске вы увидите. Строили, строили и, наконец, построили. В Магадане открыли детский сад номер 5. В России участились случаи мошенничества с жильем. Как обезопасить себя от злоумышленников? Хикматило, Мухаммадамин и Эгесихора в ЗАГСе назвали самые редкие имена прошлого года. Дело не в капризах природы. Западную 16, как оказалось, заливал неподземный ключ. На этой неделе состоялась очередная встреча активистов Общероссийского народного фронта с министром здравоохранения Магаданской области. На встрече обсудили несколько вопросов, среди которых обеспечение медикаментами и оборудованием лечебных учреждений, заработная плата персонала и сокращение очередей в поликлиниках. Как отметил глава Минздрава Сергей Чеканов, сегодня пути решения многих проблем уже обозначены и ведется работа по реализации намеченных планов. Но одной из самых острых тем до сих пор остается нехватка кадров. Трудная для нас тема, для Магаданской области, для Министерства здравоохранения, конечно же. Вот на 1 января 2020 года на официальном сайте Минздрава Магаданской области размещено 218,25 вакансий. Из них 105 и 25 вакансий врачей, 17 вакансий специалистов с высшими немедицинскими образованиями, биологи, психологи, физики, провизоры, преподаватели специальных дисциплин и 96 вакансий среднего медицинского персонала. Среди вакансий первоочередными врач-оноследователь-климатолог 9 специалистов требуется в Магаданскую область, врач-кардиолог у нас 4 вакансии, врач-фоторинолеринголог 5 вакансий, врач-педиатр 10 вакансий, врач-педиатр участковый 1 вакансий, врач-терапевт 10 вакансий, врач ультразвуковой диагностики 6 вакансий, провизор 9 вакансий, врач-акушер-гинеколог, о котором мы сейчас говорили, 6 вакансий, врач-психиатр 5 вакансий. В областном центре открыли новый детский сад, который жители города ждали несколько лет. С места событий наш следующий материал. Сейчас Чебурашка скажет вам речь. Мы строили, строили и наконец построили! Ура! Светлячок. Именно такое название будет у детского сада номер 5. Его придумали сами сотрудники этого образовательного учреждения. К слову, оно очень символично, ведь новое здание действительно как будто светится. Сияние ему придают разноцветные игровые площадки и яркий, непривычный для нашего города фасад. На этой неделе прошла торжественная церемония открытия учебного заведения. В ней приняли участие представители власти и системы образования. 323 миллиона со свободной экономической зоны было вложено в его ремонт. Цифра очень внушительная, если понимать, что такое строительство, что такое ремонт. Очень внушительная цифра. Открывайте, управляйте, чтобы дети радовались и родители были довольны и спокойны. Но самыми главными гостями праздника стали воспитанники детского сада. Вместе с педагогами они подготовили для взрослых поздравительный концерт. Ребята пели песни, читали стихи и исполняли зажигательные танцы. Открывается сегодня светлый новый детский сад. Взрослым скажем всем спасибо за подарок детворе. В новом доме так красиво и внутри, и в вас варе. Коллектив с открытием учреждения поздравил и депутат Магаданской городской думы Антон Басанский. Народный избранник преподнес заведующий памятный сувенир – подарок гениальному руководителю. Здесь описана психология того, как нужно вести дело и как нужно создавать команду. Поэтому это мало. Запуск нового сада областной центр ждал более двух лет. Именно столько шла реконструкция помещения, в котором прежде располагался детский экологический центр. И теперь это отличное подспорье для магаданских семей. 12 групп, 4 для детей до 3 лет и 8 для ребят с 3 до 7 будут рады принять дошколят уже в следующем месяце. Мы рассчитаны на 220 воспитанников. К нам придут воспитанники первого детского сада и мы будем добирать детей до 3 лет. И при такой потребности, как совсем маленькие до года, нам придется немножко переоборудовать одну из групп, дабы максимально учесть особенности таких детей. Новая мебель, игрушки и спортивный инвентарь. Соляная и пляжная комната с тремя солнечными лампами. Музей и зимний сад – автоматическая система вентиляции, которая также увлажняет воздух. Для развития и оздоровления малышей здесь предусмотрели многое. Но самое главное, чем это дошкольное учреждение будет отличаться от других, здесь планируют принимать грудничков. У нас появилась новая задача в детском саду. Это дети от 2 месяцев до 3 лет. Вообще с ясельными группами у нас всегда была напряженка. Мы сейчас работаем над тем, чтобы профессиональную доподготовку прошли наши сотрудники. Тем, чтобы мамы, могут быть одинокие мамы или где два работающих родителя, спокойно работали, а ребенок бы был здесь. Помимо двух сотен ребят, здесь ждут около 80 сотрудников. Среди них – воспитатели, нянечки, медицинская сестра и обслуживающий персонал. И когда все будут в сборе, магаданский светлячок, наконец, начнет свою работу. Анна Корнетова, Михаил Стройкин. Специально для Карибу. Хикматило, Эгисихора и Аурелия. Какие имена стали самыми редкими среди новорожденных? Каким, наоборот, чаще всего отдают предпочтение магаданские родители? И сколько малышей появилось на свет в 2019 году? Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Так, в областном центре родилось 996 детей. Из них 489 девочек и 507 мальчиков. Первенцами стали 374 ребенка. Вторыми в семье появились 394 малыша. Третьими – 174. Четвертыми и более – 54. В десяти семьях появились двойни. Самыми популярными именами, которые выбрали родители для новорожденных мальчиков, стали Михаил, Артем, Александр, Алексей, Иван, Дмитрий и Никита. Девочек чаще всего называли София, Дарья, Мария, Ксения, Есения, Полина, Дарина и Милана. Редкими и необычными именами в 2019 году стали Ширали, Хикматило, Арсалан, Мухаммадамин, Эмиль, Лорена, Мелита, Адель, Эгесихора, Милада и Лария, Милослава, Теона, Николь, Аурелия и Камелия. Несвоевременное прохождение курсов повышения квалификации, прием на работу сотрудников без предоставления справок об отсутствии или наличии судимости и документов о дополнительном профессиональном образовании. 56 предписаний выдали учебным учреждениям Колымы в результате проверок. Об этом рассказала министр образования Магаданской области Анжела Шорхно. Основные нарушения также касались нарушения порядка аттестации педработников, требования к разработке образовательной программы или, например, нарушения выдачи аттестатов или заполнения аттестатов. То есть, веряем на верность выставленных оценок в соответствии с требованиями с минимальным порогом государственной итоговой аттестации. Также выявлены были требования по нескольким городским округам использования в перечне учебников, учебников не предусмотренных федеральным реестром. Ну и нарушение лицензионных требований. Если говорить о контроле за проведением государственной итоговой аттестации, то тоже входит в полномочия. То есть, здесь осуществляли сотрудники контроль в пунктах проведения ЕГЭ. И в 8 пунктах были выявлены нарушения в 2019 году. 4 нарушения – это использование телефонов в аудиториях. И здесь сразу следующая табличка – наложены штрафы. Штрафы накладывает суд. Но механизм таков, что мы фиксируем нарушения комиссия, делается акт проверки контроля надзора, составляется протокол и направляется в суд. Суд принимает решение об административном взыскании. У нас в 2019 году 313 тысяч контроля надзор внес штрафов. Из них 50 тысяч – это средства, которые пошли в областной бюджет. Это в части 13-й детский сад. Помните, было такое серьезное, на наш взгляд, нарушение. Вышли с проверкой обращение о том, что у ребенка на руках остались следы. Якобы было какие-то действия в отношении. Тем не менее, в этом усмотрели несоблюдение условий охраны прав жизни и здоровья. Был наложен штраф на исполняющие обязанности. И воспитатель непосредственно уволен. И на особый контроль учреждение взято. Четыре человека у нас использовали телефоны. Из них один несовершеннолетний, тоже 12 тысяч, внесли в муниципальный бюджет. Дело вовсе не в капризах природы. Две недели назад мы рассказывали о том, что дом на Западной 16 рискует быть затопленным на соседнем участке. Из земли начала фонтаном бить вода. Тогда в водоканале нас заверили, что она природного происхождения. Но, как оказалось, это неправда. Что стало причиной аварии, узнавала Олеся Хитагурова. В середине февраля в редакцию нашего телеканала обратилась Светлана Егорова, которая рассказала. После того, как на Западной 14 сотрудники Галуда снесли дом, на их участке начался настоящий кошмар. Из земли забила ключом вода, в результате в каток превратились десятки квадратных метров земли. Затопило сарай, в котором под 80-сантиметровым слоем льда скрылись даже детский велосипед и самокат. Замерз и дровиник. Службы все, и водоканал, и ЖКХ, и теплосеть все просто отписались от нас, и никто ничего не делает. У меня затопило дом, у меня под ванной стоит вода. То есть я вот с тремя детьми, не знаю, и как ответственных мы никого найти не можем. Тогда, чтобы выяснить, что стало причиной аварии, мы обратились в несколько организаций. Уверенный ответ дали в водоканале. Были обследованы магистральные сети по улицам Западной, Заводская, Верхняя. Сети находятся в исправном состоянии, утечек не обнаружено. Лабораторные анализы, взятые в районе этого дома, показали, что вода носит природный характер. То есть это ручьи, стекающие с сопки. Также следует отметить, что все дома, расположенные в этом частном секторе, не подключены к централизованной системе канализации. Но, как оказалось, это, мягко говоря, неправда. Спустя несколько дней вопрос обсуждали уже в мэрии города. В результате выяснилось, что капризы природы тут ни при чем. Для того, чтобы не делать и не искать, лучше все свалить на природу. У нас с водоканалом бывают разборки, в том числе по Флотской улице два года назад. Я не могу согласиться с выводами, которые сделал главный инженер водоканала. Да и потом, если у нас и вода из подсобки идет, ручей бьет, она тоже чистая. Можно и на это. Но мы нашли источник образования этой анализы. Выявили, кто делает эти несанкционированные сбросы воды. Мы перекрыли отопление в этих домах, потребовали, чтобы они привели в нормативное состояние свои дома. Хочу сказать, что Западная улица, она не исключение. У нас вообще частный сектор в Магадане уникальный. Зачастую для того, чтобы повысить температуру теплоносителя в доме, обратка сливается в огород. Город у нас, частный сектор, находится на склонах. Все течет к соседу и никого это не волнует. Как рассказала нам депутат городской думы по этому избирательному округу Ксения Суханкина, сейчас решить эту проблему пытаются несколько предприятий, в том числе Галут. На место привозят горячую воду, чтобы растопить лед и обеспечить отток воды от 16 дома. Налить постепенно исчезает. Главное сегодня найти все возможные источники, из которых поступает вода. Также Ксения Александровна отметила, что семью в беде не оставят. Им будет оказана вся необходимая помощь. В России, по данным федеральных СМИ, участились случаи мошенничества с жильем. По мнению экспертов, порядка 15% сделок с недвижимостью проходят с риском для покупателей. Схем обмана десятки. Поэтому, чтобы не потерять деньги или квартиру, лучше обратиться к специалистам. В областном центре обезопасить себя от злоумышленников можно, если довериться Магаданской юридической службе недвижимости. Продажа, покупка, мена или дарение жильям, составление договоров соцнайма и приватизация, оформление наследства, земли в собственность или аренду, согласование перепланировок, ипотека и сопровождение строительства. Эти и другие услуги в областном центре оказывают в Магаданской юридической службе недвижимости. Высококвалифицированные специалисты всегда помогут выгодно продать или купить квартиру без рисков потери имущества или денежных средств. Ведь они организуют и контролируют весь процесс от начала до конца, берут на себя полную ответственность за проведение сделок, гарантируют их юридическую чистоту. Это обеспечивает стопроцентную защиту клиенту. Он обращается не только для того, чтобы найти покупателя. Для него сразу весь пакет услуг будет. То есть мы будем с продавцом до момента получения денежных средств. То есть неважно, какая это будет сделка, обычная, простая, или с какими-то программами, федеральными, не федеральными, материнский капитал, не материнский капитал. То есть до момента получения денежных средств. Допустим, выплата через материнский капитал в течение месяца полутора выплачивается. До тех пор, пока продавец не будет держать денежные средства в руках, мы с ним. Помимо гарантии немаловажен и факт экономии времени. Клиентам не приходится обивать пороги многочисленных контор и предприятий, чтобы подготовить пакет документов. Все необходимые справки сотрудники этой компании соберут самостоятельно. Для клиента это намного, тем более для продавца это упрощает. Ему не нужно связываться с банками, ему не нужно что-то загружать, отправлять. Банк говорит нам, какие документы нужны. Мы их сами собираем, сами заказываем, если это требует того банка. И уже направляем в банк. Также мы готовим документы, предварительный договор, основной договор купли-продажи. Мы подготавливаем полностью пакет. Для людей ни к сложности не составляет, только подписывая документы. Сделки с жильем здесь проводят довольно быстро, потому что в распоряжении службы собственный сайт, десятки порталов объявлений, газеты и специальные группы в мессенджерах. Для клиентов всегда найдется несколько десятков предложений. Надежность, проверенная временем. Таков девиз этой старейшей компании, представленной в областном центре на рынке жилья. Она более 17 лет помогает колымчанам решать вопросы с квартирами и земельными участками. Магаданская юридическая служба недвижимости – один из признанных лидеров в своей области. За время работы она заслужила доверие клиентов и уважение партнеров, ведь здесь трудятся только специалисты с юридическим образованием. Поэтому практически все банки и кредитные организации Колымы не только сотрудничают с ними, но и считают их своими ключевыми и стратегическими партнерами. Анна Корнетова, Михаил Строкин. Специально для Карибу. Далее информация о погоде. Оставайтесь с нами. 29 февраля в Магадане без осадков. Температура ночью минус 17 градусов, днем до минус 12 ветер от 4 до 12 метров в секунду. Это все главные новости этой недели. Смотрите телеканал «Карибу». До свидания. Беззаботный отдых в санатории «Магадан» на Сочинском побережье. Комфортные номера, питание, все включено. Лечение и реабилитация, крытый бассейн и собственный пляж. Компания «Черноморье». Телефоны 203-793 и 203-785. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова